Здравствуйте друзья! Предстоит нам второй сеанс и посмотрите на инструментарий, который нам пригодится в этом втором сеансе. Вы видите, здесь необычный инструмент, наждачную бумагу. Если вы проведете по холсту рукой, если вы уже выполнили эту часть задачи, вы почувствуете заусеницы краски, которая легла грубо. Чтобы это преодолеть, вы наждачной, естественно это можно сделать только если она хорошенечко просохла, если красочка не тянется за наждачной, протереть все заусеницы. Протереть, 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 протереть. И вы сами пощупав, убедитесь, что стало бархатисто, приятно. Мало того, от этого протирания становится как бы фактура примятой. Она остается, но становится примятой и как бы несколько другой, чем грубость вот этой первой укладки. И если нам передний план покажут, вы увидите, что действительно стала интереснее фактура. Вот, скажем, грубость фактуры здесь и здесь уже несколько отличаются. Итак, протрем, 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 протрем. Здесь, где мало краски, конечно, тереть не надо, потому что появится вот эта холста, вот это, вот вы видите. То есть вот это допускать тоже ни к чему. Но там, где плотный слой, это все будет благополучненько и умненько. Итак, вы протерли. Большой какой-нибудь кистью, которая, конечно, должна быть в вашем наборе, можно все это протереть. Протереть от пыли, которая возникла от наждачки. Теперь возьмем замес. Здесь у нас на сей раз не разбавитель, а две порции масла, льна и одна порция лака для живописных работ. Это либо лак домарный, либо лак пихтовый. Берем этот лак и протираем всю-всю-всю работку. Поскольку здесь могут все-таки остаться еще труха от шкурения, то начнем с небочка, для того, чтобы труха не пришла в идеальную поверхность неба. Ну а теперь снабдим основную часть картины. Вы видите, я штриховательно это делаю, не поливаю. Набрав немножко вещества, не поливаю, но расштриховываю вещество. И смотрю на свет, все ли я протер. Запах пихтового лака всегда приятен. Есть ощущение подлинности действия. Работа становится как под лаком. Она мокра и то ли только что писана, то ли скрыта лаком. Но вещества мы кладем немного. И даже то вещество, которое мы положили, несколько соберем тряпкой. Останется некая разумная мера. Ну вот, хорошо. Распределился материал. Теперь, у неба, если нам опять же дадут крупный план, есть продресси некоторые. Невозможно в первом сеансе настолько плотно положить, чтобы не осталось продресси у таких мягких растяжек. Если бы это был другой ход письма, где не нужна была бы такая тишина, небо, то, конечно же, можно было бы это вполне оставить. Но в данном случае лучше еще один слой положить, и это будет уже картина полюбленная, упакованная. Поэтому мы возьмем кисть, возьмем этот наш лак с маслом, замешаем цвет, которым мы это делали. Найти его будет несложно. И еще одна вещь. Мы сейчас, кроме нашего лака с маслом, прибавим только масло в баночку. И в основном этим веществом будем разжижать. Чтобы лак своей активностью не сделал слишком раннюю крепость краски, когда она становится вязкой. То есть теперь нам нужно масло. Для разбавления. Разбавляем. Берем ультрамарин, которым набрана была картина. Берем розовый, который был добавлен. Пробуем. Немножко нужно белизны. Добавили белизны. Попали в цвет. И лежачей кистью проштрихуем. И вы видите, плотность происходит. Плотность такая становится дописанная плотность. Краска очень легко входит, потому что влажность этого слоя, который мы подложили, дает возможность мягко тонким слоем лисировочным распределять эту красочку. Если мы попали в тоне, то есть в степени темности, ну и конечно и в цвете. А мы помним, каким мы цветом. Можно даже записать себе, если краска еще не настолько знакома, чтобы легко сориентироваться. И вот мы набрали-набрали плотность неба. Действительно, уже полностью идеально плотная красочка. Спотыкаясь о фактуру предыдущего слоя, вы видите, что краска укладывается более богато и еще более соломенно. Сначала я дал полутон, а сейчас подкладываю уже более кричащий белый. Вот здесь вы видите толщина теневого заворота. Тоже покажите это. То есть, несмотря на то, что это в тени, оно темнее, чем это. Но, тем не менее, это толщину тоже имеет. Потому что вы можете проскочить мимо этой задачи. В тенях, вы видите, я красненку добавляю, чтобы не был слишком седым мазок. На цветах больше в пользу белил. Видите, я даже перекрываю перегородку, которая удерживает солому. А тем не менее, и перегородка осталась. И новый слой, как бы припорошил его. Все вместе работают, звучат. И опять же, еще возьмем крупную кисть. И практически то же действие, которое мы делали в первом сеансе. Я ее пытаюсь чуть-чуть растопырить, эту кисть. Посмотрите, что на палитре произошло. Вот она, во что она превратилась. И еще раз дополним. Лежачий-лежачий. Макательно дополним. И теперь, даже те, кто общался с мастихином, и знают, как это по фактуре происходит, и он будет запутан окончательно, как мы добились всех этих фактур. То есть, не одно сложное решение, а много сложное, дополняет наш имидж изощренных исполнителей. Вот прямо бочком кисти. Какие-то колосковые. Или даже не колосковые. Вот такое. Вот такое. Так. Ну и для того, чтобы вообще уже наших зрителей покорить, весьма можно тоненькой кисточкой додать уже откровенных. Вытираем. Берем на кончик, меру малую, откровенных порисованностей. Видите, в самом кончике красочка, на самом кончике. Все вместе эти порисованности, конечно, дают эффект мастера. Вы, я думаю, на вернисажах встречали разные решения богатости травы. И чаще всего у мастера один только способ исполнения. трюкачества такого редко встретишь. И по линце, и по неведению. Ну а мы с вами можем себе позволить сделать это по-богатому. склоненные травки, то есть переломанные или склоненные травочки. даже малая мера ко всему этому разнообразию трав. Малая мера дополненностей уже прорисовки кистью, и то, вы видите, создает эффект того, что ну уж так художник утруждался. Ну, наверное, и все для этого сеанса. До встречи на новой работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова